Главная новость к этому часу суд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом. Я Егор Максимов. Здравствуйте. Басманный суд Москвы сегодня продлил меру пресечения бывшему министру экономического развития России на три месяца до 15 апреля. Его обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов на заседании. Сегодня стало известно, что показания против Улюкаева дали его же подчиненные, а также сотрудники Росимущества. Кроме того, на судебном заседании следователи заявили, что бывший чиновник не признал вину и отказался давать показания. По их мнению, Улюкаев в случае выхода на свободу мог бы надавить на свидетеля обвинения. Сейчас следователи изучают записи телефонных разговоров бывшего министра. Его адвокат рассказал журналистам, что на данный момент были допрошены только три свидетеля. Это водитель, доктор скорой помощи и один понятой. Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября в офисе Роснефти при передаче денег. В тот же день суд отправил его под домашний арест, а президент Владимир Путин уволил в связи с утратой доверия. От здания суда наш корреспондент Наталья Джампаладова. Сам бывший министр возражал и говорил о том, что хотел бы, чтобы мы изменили меру пресечения на подписку о невыезде или же смягчили условия домашнего ареста. Разрешили прогулки, разрешили посещать врачей, а также допустили бы няню, кого несовершеннолетним детям. Суд встал на позицию следствия и продлил меру пресечения Алексея Улюкаеву до 15 апреля. В Министерстве иностранных дел России назвали проявлением недостойной мстительности решение Соединенных Штатов расширить список Магнитского. Замминистр Сергей Рябков отметил, что уходящее американское руководство впало в санкционную манию. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сказал, что решение стало очередным шагом США в сторону рукотворной деградации отношений с Россией. Вчера Соединенные Штаты наложили санкции на пятерых россиян, среди них глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Также меры затронули депутата Госдумы Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Кохтуна. Их обвиняют в отравлении Александра Литвиненко полонием в Лондоне 10 лет назад. Луговой и Кохтун свою вину отрицают. Четвертый человек в расширенном санкционном списке это Станислав Гордеевский, следователь, который участвовал в деле фонда Эрмитаж Кэпитал. И пятый человек Геннадий Плаксин, один из руководителей банка, который, по мнению Сергея Магнитского, имел отношение к хищению более 5 миллиардов рублей из российского бюджета. Всех их Соединенных Штатов считают причастными к нарушению прав человека в России. Фигурантам списка запрещен въезд в США, а их активы на территории страны замораживаются. Поэт Лев Рубинштейн объявил о своем выходе из состава русского пенцентра. В сообщении к руководству организации он заявил, что причиной ухода стало исключение из клуба его коллег и друзей, а также репрессивные меры в их отношении. С 10 января из состава пенцентра исключен журналист и издатель и активист Сергей Пархоменко, а руководство пенцентра обвинило его в провокационной деятельности. По мнению самого журналиста, его исключили из-за публикации, в которой он осуждал нежелание организации выступить в защиту осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. В Соединенных Штатах группа демократов призвала Дональда Трампа пересмотреть решение о назначении на пост старшего советника Белого дома своего зятя. Демократы говорят о конфликте интересов. 36-летний Джаред Кушнер женат на дочери Трампа и Ванке. Он владеет девелоперской компанией газеты New York Observer, а в должности советника должен заниматься вопросами как внутренней, так и внешней политики, в частности переговорами по торговле и Ближним Востоком. Он уже пообещал, что откажется от зарплаты на новом посту, но часть демократов все равно настаивают на том, чтобы Министерство юстиции изучило правомощность назначения президентом на столь высокую должность своего родственника. Между тем, именно к конфликтам интересов, но других, вызвано то, что Дональд Трамп вышел из проекта по строительству башни в грузинском городе Батуми. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters. Бывший бизнес-партнер Трампа заявил агентству, что такое решение было принято после избрания его президентом США. 47-этажная башня стоимостью 250 миллионов долларов должна была стать одним из крупнейших инвестиционных проектов в Грузии. О ее строительстве было объявлено во время визита Трампа в эту страну пять лет назад. Количество участников чемпионата мира по футболу увеличат в полтора раза. Такое решение принято сегодня в FIFA. Теперь в финальный турнир будут выходить 48 команд вместо 32. Их поделят на 16 групп, по три команды из каждой, две из них будут выходить в плей-офф. Изменения вступят в силу с 26-го года, таким образом чемпионат мира в России пройдет по прежней схеме. Противники этой реформы опасаются, что слишком много игр могут стать предсказуемыми, от чего пострадает зрелищность турнира. На этом все. С вами был Егор Максимов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok